Дорогие друзья, всем привет! Мы знаем то, что в это время вы привыкли видеть программу «Автономия». Но всё должно расти и всё должно развиваться, и круг наших интересов, как и ваших, гораздо шире. Итак, мы представляем вам наш новый проект «Всё и сразу». Дорогие друзья, мы подвели итоги первого этапа еженедельного конкурса «20 литров бензина за одно фото». И у нас уже есть победитель, зовут её Елена. И по иронии судьбы, у неё закончился бензин прямо на подъезде к заправке. Елена, поздравляю! Расскажи, пожалуйста, как решил участвовать в конкурсе и сложно ли было в нём выиграть? Выиграть в нём было элементарно, потому что у меня очень много друзей, которые мне помогли в этом. Где-то поперяли? Узнала о конкурсе из группы подслушного водителей. Соснулась на группу «Автономия», приехала на заправку «Эталон» и заправила. Бензин очень хороший, машина себя повела просто прям... Прям... Ну, нормально, поехали. Очень хорошо поехала, выложила свою фотографию у группы и, честно говоря, не верила в то, что могу выиграть 20 литров бензина. Сейчас мы с оператором, с Алексеем, дотолкаем автомобиль хотя бы до колонки непосредственно. Ну и вот моя машинка получает дозу халявного бензина. АЗС работает круглосуточно, находится рядом с нефтезаводом и ждёт того, кто будет забирать бесплатные 20 литров топлива каждую неделю. Напомним, для этого надо просто сфотографироваться на АЗС и прислать эту фотографию нам в группу ВКонтакте «Автономия». Все подробности там же. Жильё. Вопрос актуальный абсолютно для всех. Это то, что находится в первом круге экономических потребностей человека. И за разъяснениями по поводу той экономической ситуации, которая сложилась в сфере строительного рынка, мы обратились в строительную компанию «Лидер». Локация жилого дома первая, о чём думает человек при выборе квартиры. Дома от строительной компании «Лидер» всегда находятся в районах города с развитой инфраструктурой. И это важно при покупке квартиры. На остальные вопросы нам ответила Анна Сазонова, руководитель инвестиционно-строительной компании «Лидер». Анна, ну первый вопрос, который волнует, наверное, всех. Какова ситуация после всех этих экономических волнений, которые постигли страну в конце 2014 года, именно в сфере строительного рынка? С момента начала нестабильной экономической ситуации в стране, в нашей компании мы видим тот же процент по продаже, но он с каждым месяцем только растет. Мы сохраняем стоимость нашего жилья на том уровне, который был до начала кризиса. У нас сложились многолетние и стабильные отношения с нашими поставщиками и производителями. Тем самым мы фиксируем стоимость наших материалов, которые закупаем для строительства. Поэтому для клиента цена в этом секторе на квартиры, она не повышается. Есть определенный процент, по которому ежеквартально или ежемесячно идет подорожание по тем иным направлениям. Из-за ситуации, сложившейся перед Новым годом, по некоторым направлениям, процент подорожания составил очень большие суммы. Это искусственно созданное подорожание, ничем не обоснованное, но не подкрепленное. Поэтому если у застройщиков нет длительных договоров с фиксированной ценой, тем самым они испытывают риски подорожания на расходы на строительные материалы. Какая ситуация на ипотечном рынке на сегодняшний день и люди напуганы, что им делать и можно ли обратиться в строительную компанию «Лидер» и не прогадать с ипотекой? Генеральными партнерами по ипотеке наша компания является «Сбербанк России» и «ВТБ-24». После Нового года стабилизировалась ситуация с ипотекой за фиксированной ставки по ипотеке. И сейчас у нас возобновились заявки клиентов по ипотечному кредитованию. В нашей компании есть собственная ипотечная отдела, поэтому клиент может оформить заявку у нас в офисе. По желанию эта заявка может отправиться сразу в несколько банков. Ну, достаточно нередки такие истории, когда люди, обращаясь за покупкой квартиры в строительную компанию, попадают в некие неприятные ситуации, какие-то проблемы с тем, что потом либо с оформлением квартиры, либо деньги просто пропадают вложенные в строительство. Но разные бывают ситуации. Вот как застраховаться от этих случаев? С первого обращения в нашу компанию клиента его сопровождает персональный менеджер. Он помогает с оформлением всей документации, с оформлением сделки в регистрационной палате. Клиент полностью получает информационный пакет о всех этапах сделки и о той документации, которая должна быть предоставлена. Тем самым мы гарантируем информационную поддержку нашим клиентам и облегаем их от каких-либо негативных моментов, связанных с покупкой квартиры. Один из самых оригинальных рязанских архитектурных проектов – это, конечно же, круглое здание на улице Некрасова, рядом с площадью Соборной. А вот как приходят в голову такие идеи, кому? И, в первую очередь, назначение таких зданий. Интересно было бы вот об этом узнать побольше. В нашу группу компаний входят и проектные организации. Все наши дома, жилые комплексы, они проектируются по индивидуальным архитектурным проектам. Архитекторы стараются учесть особенности нашего региона. Если мы говорим о жилых комплексах, то построить комфортное жилье. Если мы говорим об объекте, который находится на площади Соборной, это эксклюзивный архитектурный проект. В данном здании находится сейчас гостиничный комплекс. Здание имеет 8 этажей и очень оригинальная архитектурная форма. У нас есть несколько районов города, в которых мы планируем строительство. Пока на данный момент их озвучить мы не можем. Мы можем сказать, что это центр города или район Канищева. Визит к стоматологу. Мероприятие, которое люди откладывают из-за страхов и предрассудков, из-за нехватки времени и по целому ряду разных других причин. Но есть в Рязани врач, визит к которому всегда заканчивается улыбкой и до, и после встречи. Такому светлому и позитивному доктору, как Полине Шестакова, не страшно доверить даже самого близкого человека. Привет! Очень рада видеть вас в моем кресле, улыбающемся. Попробуйте, идя по улице, улыбаться всем встречным людям. Вы увидите, что люди улыбаются вам в ответ. Исключение составят те, у кого проблемы с зубами. Эту простую истину Полина Шестакова, врач-стоматолог с многолетним стажем, приняла еще в детстве. Мама пятерых детей привыкла работать с теми, кому полностью доверяют. Сын работает в ее новой клинике Ундина Дент администратором, дочь медсестрой. Такой семейный подряд, безусловно, вызывает доверие пациенту. У меня были такие случаи, когда люди просто засыпали в кресле. Но это буквально третье-четвертое посещение, когда уже полностью люди расслабляются, доверяют. И от монотонной работы, при том безболезненной, люди начинают просыпать. И просыпаясь, они говорят, а что, я спала? Или, ой, я даже уснул. То есть это, конечно, очень приятно, что люди так доверяют. Но были такие еще случаи, когда уходили, допустим, если переодевали обувь на тапочки, да, уходили в тапочках, возвращались и говорили, ой, я на радостях, уже в ваших тапочках. На самом деле, у лучших моих пациентов очень высокая оценка моей работы. Кстати, Полину Шостакову по праву можно называть семейным доктором, ведь большинство ее пациентов – это либо семьи, либо люди, пришедшие по рекомендации хороших друзей и знакомых. В стоматологии – направление медицины, которое развивается быстрыми темпами. И сегодня Полина предлагает пациентам не только стандартные процедуры, но и новейшие. Среди них – винир – способ исправить зубы без протезирования. Для того, чтобы защитить свои зубы, выровнять их и отбелить, я предлагаю винир, потому что убиваете трех зайцев одним выстрелом. Мало того, что защищаете, так как ламинирование бумажки, так же ламинируется зуб, он намного дольше носится, не разрушается и не портится под виниром. Ну и это красиво, эстетично, и люди остаются очень довольны. Высокие технологии от порога до стоматологического кресла ждут вас в клинике Ундинотем. Стоит ли дальше откладывать визит к стоматологу – решайте сами. Мы же просто нашли для вас клинику, куда не боятся ходить ни взрослые, ни дети. Современного человека вообще трудно чем-то удивить, но есть проект, в рамках которого это удается. В Рязани этот проект существует уже достаточно давно, и здесь не только реконструируют костюмы разных эпох. В частности, я держу сейчас в руках настоящий карабин 43-го года. И у проекта есть разные направления, среди них и социальные такие, как обучение, и настоящие игры для взрослых. Глядя на эти кадры, может показаться, что это сцены из художественного фильма о войне. Настолько достоверно воссоздана или сохранена военная форма времен Второй мировой. Созданные под руководством реконструкторов, лики прошлого оживают под прицелом кинокамеры. Стрельба не настоящая, зато чувства главных героев вполне искренние. Они и в самом деле любят друг друга. Снятые в современных антуражах лавстори уходят в прошлое. В тренде то, что из прошлого приходит. Одно из направлений как раз у нас и есть создание таких вот лавстори, как это называется, любовь, прошедшая сквозь века. Когда мы реконструируем периоды от Средневековья, когда богатырь спасает свою Аленушку, или когда стрелец спасает свою красавицу от поляка, или когда красноармеец страстно целует после битвы, там, не знаю, свою санитарку-заслуживицу, и потом уже современная эпоха. Безусловно, мы такой контекст придаем, когда любовь у молодожен прошла сквозь века и вот возродилась, сейчас учлилась именно в них. На создание и реконструкцию этих костюмов уходят годы, зато на срезе целые эпохи. Организаторы проекта говорят, если людям скучно изучать историю по книгам, то вот наглядные пособия. Мы концентрируемся в основном на истории нашей родной страны, России и занимаемся историей на протяжении всего более чем тысячелетнего существования нашего государства, начиная с IX века, с самого основания, и до последнего этапа, который мы взяли, это Великая Отечественная война. Единственное, что пока нас, может быть, нет XVIII-XIX столетия, но это как раз перспектива ближайшего времени для нас. К этому остается только добавить, что Пушкин два с половиной года ждал ответа «да» от Натальи Гончаровой на предложение руки и сердца. Гумилев каждый вечер выслушивал стихи на немецком, язык которой он терпеть не мог, чтобы проводить Анну Ахматову домой. А мужчина в XXI веке услышал «нет» и сдался. Наверное, каждый для себя решит, какие ценности действительно настоящие. Итак, премьерный выпуск программы «Все и сразу» подходит к концу. В современных условиях трудно сориентироваться на рынке товаров и услуг. Мы сделали это для вас, отобрав все самое лучшее. И по всем вопросам, которые вас заинтересовали, вы можете обратиться к нам в наш новый паблик, который так и называется «Все и сразу». Пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Приблизительно. Приблизительно. Набросочек. Программу «Около того». Назови программу «Около того», может? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Горбатый еще. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok